Очевидно, что убийство человека, который, как предполагается, ведет переговоры с Израилем о прекращении огня, является преступлением против человечности. Израиль абсолютно не соблюдает международное право и никогда не соблюдал. В пятницу в Дохе, Катаре, состоялась траурная церемония похорон главы Политбюро Хамас Исмаила Хании, который был убит в Иране в среду. После молитвы тело Хании было предано земле на кладбище в Лусаиле, к северу от столицы Катара. Несмотря на очень жаркую температуру, превышавшую 45 градусов по Цельсию, на церемонии присутствовали эмир Катара, шейх Тамим бен Хамад Аль-Тани, высокопоставленный представитель Хамас Халил Аль-Хая и тысячи жителей города. Многие жители Катара осудили убийство и выразили поддержку национально-освободительному движению Палестину. Катарцы также обвинили Соединенные Штаты в пособничестве Израилю, заявив, что они долгое время поддерживали еврейское государство в Палестино-Израильском конфликте и были главным фактором, способствующим беспорядкам в регионе. Тело Хании было перевезено из Тегерана в Доху в четверг. Он и другие члены Политбюро Хамас долгое время проживал в столице Катары. Хания был убит в результате атаки на столицу Ирана, куда лидер палестинского движения прибыл на церемонию инаугурации президента Пизишкиана. Рассматривается версия, что его могли вычислить в доме с помощью взлома WhatsApp и атаковать с ближней дистанции. В Иране расследуют причастность шпионов к случившемуся.